Глобальная шахматная лига С командами с весьма экзотическими названиями, а все это соревнование продолжается в Дубае. Главная причина, по которой значительное внимание шахматной общественности, шахматного мира, приковано к этому событию, состоит в том, что в нем принимают участие очень много очень сильных кроссмейстеров. Можно, конечно, говорить о том, что сила игры в рапид, а именно по быстрым шахматам проходит соревнование с контролем времени 15 плюс 10, несколько отличается от классической силы. В частности, поэтому Магнус Харсон, общепризнанный лидер мирового шахматного движения, безусловный лидер по игре в медленные шахматы, сейчас, во всяком случае, перед началом турнира по быстрым шахматам занимал лишь второе место, отставая примерно на полтора пункта, очень-очень немного, от классического чемпиона мира нового Дина Леженя. Ну, собственно, наибольший интерес, как я уже сказал, вызывает, привлекает, конечно же, творческое наполнение этих сражений. И я повторюсь, повторю концовку партии между Вишианантом и Магнусом Харсоном, поскольку, комментируя все это дело по горячим следам, буквально через несколько минут после того, как партия закончилась, я, похоже, не смог, так сказать, не довел до вашего сведения целый ряд любопытных моментов. Итак, вот такой была позиция после 47-го хода король бьет Е7, на этом поле произошел размен. Белым играл, как вы понимаете, Вишианант с черными Магнусом Харсоном, и здесь Вишианант вместо хода конь Е2, который четко делал ничью, потому что если разменяться и перейти в эншпиль, я, так сказать, показал вам в предыдущем выпуске, почему этот эншпиль ничейный, почему никаких проблем у белых нет. Ну, а если черные не берут на Е2, а берут на А5, тогда белые ставят коня на Д4, а после этого устремляются королем против пешки Аш. И прорваться черные, в принципе, не могут, потому что слон черных ходит по белым полям, у белых вообще не хуже, ну и не лучше, потому что играть на выигрыш невозможно, у черных, как-никак, отдаленная проходная по линии Аш, но она никуда не идет, хоть скоро белый король встанет перед ней. Но было сыграно Вишианантом король С1, то есть Виши сделал ход, который просто, судя по всему, проигрывает партию. Почему проигрывает? Потому что после таких ходов у черных есть план усиления, связанный с проведением Б4, но проводить этот план нужно после предварительной подготовки, что, в общем, Магнус Карсен и делает. Вот здесь он, однако, погорячился, сыграл Б4 сразу вместо перевода слона на поле Е8. Опять же, я это показывал несколько дней назад, после слон Е8 и перевода слона на поле, слон С6 и перевода слона на поле Е8, у белых нет никакой контр-игры, а черный слон выполняет сразу несколько функций. Во-первых, приковывает, сковывает белые фигуры атакой пешки А5, а с другой стороны, черные проводят уже без особых хлопот Б4, ну и если белые ничего не будут делать, то черные прихватывают еще за одну пешку А5, а никакой контр-игры, например, связанной с жертвой коня на Е5 или с чем-то еще у белых просто нет. Но было сыграно Б4 сразу, и вот этот ход выпускает победу. Опять же, не самоочевидна разница между этими ходами, потому что вроде бы слон Ф3 стоит куда активнее, чем на поле Е8, но взятие на Б4, король идет на Д4, устремляясь к пешке Ф4, у белых появляется возможность, надежда образовать проходную отдаленную на ферзьевом фланге, что они и делают вот таким вот путем. Король Д3 именно сюда, но хитрость в чем состоит? Что особенно увлекаться и играть король Д3, ну король Д3 можно было сыграть, тогда конь бьет Ф5, сразу скажу, король Д3, конь бьет Ф5, и проходные берут, они разрывают черного слона, Б5 играется здесь, ну скажем АБ, то есть король Д4 сыграть-то можно, хотя я вот даже начинаю сомневаться, потому что главная контр-игра черных, спасающая их, не позволяющая белым одержать победу, связана с ходом король Д2, а не король бьет Ф4, король бьет Ф4, тогда белые пешки разрывают черного слона, и одна из них становится ферзем, а после хода король Д2 оказывается, что у черных достаточная контр-игра, связанная с продвижением Б5-Б4, но нечто подобное, очень похожее, мы увидим по ходу партии далее. Итак, король Д3, а не король Е3, здесь сыграл Магнус Карсен, последовало Б5, ну единственный план белых, взятие вперед, ход, теперь ход Б4 проигрывает даже, вот не просто не выигрывает за черных, а проигрывает, потому что после взятия на Б4, ну если С3, тогда король С1, а если король Д2, тогда дается шаг в начале, и после этого черные нейтрализованы, то есть белые двигают пешку Б, и коль скоро эта пешка доберется до поля Б7, то придется отдать слона за нее, а вторая пешка, взяв с поля А6 на Б7, станет ферзем. При этом, что важно, вот если король уйдет с этого поля, можно даже атаковать коня, но конь останется на месте, он не будет брать дурного в голову, если черный король встанет на Д1, то нет угрозы С3, а если сыграть король Д3, то белые идут вперед, и на ход С3 король занимает поле С1, и черные пешки никуда не проходят. Вот такой вот мотив, довольно очевидный, но все-таки упомянуть о нем я с чем себя обязанным. Итак, С3 не годится и за король С1, а если король уходит куда-то в сторону, то поле С3 не контролируется этим самым королем, и пешка С двинуться не может. Поэтому, разумеется, не Б4, а король Д2 играет Магнус Карсен, А7, и вот здесь еще один любопытный момент, но Б4 сразу не помогала, то есть не выигрывала по причине шаха. Затем следует конь Ж3, ну и опять же, гоняться за конем себе дороже, белые возьмут в удобной вся редакции на Ф5, пешка С не проходит, а белые проходные по линии А и по линии Е, по линиям А и Е решают судьбу партии. Поэтому слон Д5 играет Магнус Карсен, ждет, что предпримет соперник. Соперник, то есть Вишананд мог сыграть конь Ф1 и четко сделать ничью вот таким вот образом. Но если король Ф3, это плохой ход, король Д2 делает ничью, потому что белые играют вот так вот, конь Ф1. Но если сыграть король Ф3, то белые реализуют тот самый план, о котором я говорил, то есть две пешки белых разрывают черного слона, а Б4 сыграть можно, но толку никакого нет, потому что угрозы прохождения пешки С ферзи нет. Но было сыграно Вишанандом конь бьет Ф5. Я вот высказал мнение, мы с Мариной высказали мнение нашей публикации в независимой газете, что вообще-то говоря, может быть, Виши вообще играл на победу. Может быть, он так вот в цитнотной горячке, все-таки рапид, 60 ходов, времени нет, то есть играет на добавленных секундах, позиция срожная, может быть, он где-то как-то просчитался и решил, что вот он может выиграть партию. Действительно, если бы король черного стремился куда-то в сторону, а не стал на Д2, то белые бы выигрывали ходом конь бьет Ф5. Здесь это не так. Более того, ход конь бьет Ф5, грубейшая ошибка, конь Ф1, как я уже сказал, делала ничью, а конь Ф5 проигрывает партию, потому что взять и взять, и Е6, вроде бы пешки берут, проходят ферзин, но при короле Д2 прорыв Б5-Б4 очень эффективен. Ну, Е7 сыграл здесь Вишиананд, черные забрали на С3, король А2, извиняюсь, С2, ход вперед, ну, нужно играть А8-ферзь, а не Е8-ферзь, потому что Е8-ферзь это грубейшая ошибка, разумеется, тогда. С3-шах черным слоном, и вторая черная пешка, значит, пешка С, проходит ферзи с шахом, и черные выигрывают очень легко, форсировано и так далее. Так вот, было сыграно, разумеется, здесь Вишианандом А8-ферзь, я все это показывал, но, хотя вот применительно к данной позиции все рассказал очень точно, и, в общем-то, не ошибся ни разу в оценке, но не проиллюстрировал целый ряд вариантов очень любопытными нюансами, то есть не объяснил причиной некоторых решений и ошибочности тех решений, которые, в частности, предпринял Вишиананд, и тот механизм, с помощью которого выиграл, в конце концов, Магнус Карсон. Так вот, выигрывала здесь С3, чтобы разрушить патовый механизм, связанный с тем, что поле Б3, пешка С4, у белого короля отнимала. А после хода С3, как ни странно, белые не могут своим ферзем воспрепятствовать прохождению черной пешки ферзи. В случае хода ферзь Б8 и С1, ферзь абсолютно выигрышный ферзь военшебью черную, поскольку у них очень грозная, очень сильная проходная С3, а король легко уходит, если его шаховать, на королевский фланг. От шахов скрывается. Ну, а что будет в случае ферзь Д7? Тогда король уступает, тогда слон Е4, и опять же я тогда показал, что в случае ферзь Х4 следует король Д1, шахи кончились, ни с G4, ни с поля А1 дать шахи нельзя, пата нет, а следующий ход черных С1, ферзь. Если сыграть ферзь А3, то черный отвечает король Д2 с угрозой С1, ферзь, которую невозможно эффективно парировать, а в случае хода ферзь Д6, слон Д3, шахи кончились, следующий ход С1, ферзь, и черные выиграют, а пата, как и раньше, нет, поскольку поле Б3 доступно для белого короля. Так вот, а вместо этого сыграл слон Е4 Магнус Карсен. Ну, он понимал, то есть очевидно было Магнусу Карсену, что если бы он сыграл здесь С1, ферзь, уповая на то, что в случае ферзь А8, пешка С легко решит судьбу партии в его пользу, тогда сразу получилась бы ничья, но одним из двух способов, я уж не знаю, какой из них более эффективно, проще делает, ну, быстрее делает, ну, ничего, жертву ферзя на Е3, можно и отсюда дать шах, на отступление взять, а нет, 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 так нельзя играть, извините, я чуть не проиграл партию, надо играть именно на Е3, не ошибаться, бить нельзя, пад, ну, и не бить тоже нельзя, поскольку на король Д1 следует ферзь С2, а на король С2, ну, можно, например, сыграть ферзь Д3, шах, и на любое взятие пешкой или королем поручится под белому королю ничья. Так вот, С3, как я уже говорил, выигрывает, С1 это ничья, в С1 ферзь, а салон Е4, ход сделанный Магнусом Карсен, тоже ничья, но вот я не объяснил, в подробностях не объяснил, почему тот ход, который сделал здесь Вишенант, ферзь Д4, очень плохо проигрывает, и действительно проиграл после этого Вишенант, а ход Ферзь Б6 совсем другой, но вроде бы с теми же идеями делает ничью, то есть основная идея понятная, в случае хода С1 ферзь дается шах, и пат не минуем, в случае король С2 следует ферзь Д3 и пат, но если король Д1, то проще всего ферзь Е2, вынуждая взять этого ферзя, и тоже пат. Если С3 сыграть, опять же, я об этом рассказал, тогда шах-шах, даются шахи, и никуда черному королю не убежать, потому что хоть и пата теперь нет, поле Б3 доступно для белого короля, но никуда не убежать, не отдавая пешек, что привело бы даже к поражению черных, а не к выигрышу партии, приходится повторять позицию и ничья. Так вот, вопрос в следующем. Вот здесь сделал ход, здесь черные могли бы сыграть не С1 ферзь и не С3, а С1 конь, так же, как при ферзе на Д4, а ферзь Вишананда прыгнул не на поле Б6, оптимальное для него для ферзя, а на Д4, так вот в чем здесь различие? Вот здесь белые легко делают ничью, причем, что любопытно, двумя способами. И ходом король А3, и ходом король А1. Там ни один из этих ходов не помогает, не спасает. Но если король Б2, то С3, так играть не надо, разумеется. Если король А3, идея с белых состоит в том, что висит теперь, то есть может быть взята в один прием пешка, стоящая на поле А6, и белые даже могут вообще превратиться в сильнейшую сторону в вариантах такого рода. С2, возвращаемся, то есть белые должны возвратиться. Слон Е4, наверное, лучший ход, но ничего не меняет, и отступление коня сразу. Здесь хитрость в чем? Что, конечно, с помощью коня Е2 обеспечивают черное прохождение пешки вперед, ферзи и так далее. Ну вот А6 можно сыграть. Я не знаю, король С1, может быть, ничего не меняет, потому что меняет худшую сторону. Тогда С1, ферзь, взяли-взяли, потом ходь Д3, конь Ф4, конь Д6. Пешку содержал конь, да, в шанс поле Д3. Поэтому А7. Ну, можно и конь где-то Ф4 сыграть, вот так вот. И получается вот такая позиция. То есть так нельзя играть, так белые, извиняюсь, так вот выигрывают белые. Конь Ф4 играть нельзя, это грубейшая ошибка. Надо играть здесь С1, ферзь. Надо играть С1, ферзь, взятие, взятие, пешка проходит ферзи. Ну и дальше получается вот такая позиция, ничейная, потому что черные сооружают крепость. Вот другой модификации я, пожалуй, вам бы и показал эту крепость. Еще раз, давайте посмотрим этот ход. Ферзь Бх6, С3, ферзь С6, салон Е4, ферзь идет сюда. Вот, вот, конь Ф4-то играть нельзя. Конь Ф4, как я уже сказал, нельзя из-за... А нет, вот здесь можно. Конь же 6 играть, это ужасный ход. Вот в чем хитрость. Я зря закрытая ворху, конь Бх4. Я помню, что здесь ничья, но вдруг вот пошел по другой линии. Вот здесь ничья. То есть, конь и слон против ферзя без пешек, это проигрышное окончание, строго говоря, ну, кроме исключительных случаев некоторых. А тут черный сооружает вот такую вот, не патовую, а неприступную крепость. Вот просто пешка Ф подкрепляет слона, который уже занял идеальную позицию для защиты. Слон подкрепляет коня, и король тоже защищает этого коня. И конь вместе с слоном не пропускают белого короля в свой лагерь. И здесь невозможно никак усилить позицию. То есть, это ничья. Это просто вот такая четкая ничья. Но, разумеется, на это все идти не обязательно. Конь Ф4 все равно ничья, как и ход С1. Но, и коль скоро черные пошли, если бы белые сыграли Ферзь Б6, а черные поставили бы коня ходом С2, С1, то белые могли бы сыграть и король А1. Не только король А3, но и король А1. При Ферзиане Д4 Ферзь подал под вилку с поля Б3. А тут С3, и разница состоит в том, что белый снова вручает патовая идея. Это вообще не совсем очевидно, но красиво. То есть, несмотря на то, что у белых Ферзь зал коня, слона и пешку, но белые должны бежать на ничью, иначе черные проведут свою пешку Ферзи и выиграют партию. А Ферзь Е3 форсирует пат. Если король Б3, то это просто пат. Все поля вокруг белого края контролируются черными фигурами охот белых, поэтому пат. А если сыграть король Д1, тогда играется Ферзь Ф3, и ничего нельзя сделать. Потому что что делать? Ну, если слон Е2 ужасный ход, то Ферзь бьет С3. Если конь Е2, тогда Ферзь бьет Д3. Ну, а если вот так, тогда поддаем Ферзя уже безальтернативно, и это снова пат белому краю. То есть, еще одна патовая идея, очень красивенькая. А вместо этого, напомню, Вишанан сыграл Ферзь Д4. И после правильного хода не С1 ферзь, тогда мы знаем, что это ничья, поскольку белый бешеный ферзь пристает к черному краю, заставляет его взять или повторять позицию, и это будет ничья. А С1 конь, тот код, который сделал Магнус Карсон, выигрывает, потому что нельзя играть король А1 по причине конь Б3 вирка и теряется Ферзь на Д4. Было сыграно король А3, и теперь белые не в состоянии взять пешку А6, Ферзь стойки на Б6, а на Д4. И в этом разница ужасная для белых и совершенно такая очаровательная и замечательная для черных. Ну, было сыграно Ферзь Б6, теперь Конь Е2, Ферзь А6 с потерей времени сыграл Вишанан, но С2, и тут уже ничего такого не получается, потому что просто проводим Ферзя, просто играем, Конь бьет Ф4, и вместо того, чтобы дойти до поля А8 и встать Ферзем, эта пешка дошла только до поля А7, на котором задержал ее черный Конь, встав на поле Ж6. Ну, вот такая вот интереснейшая борьба. Я повторился, я более подробно рассказал о концовке этой партии, поскольку я думаю, ну, она маленький, а может не очень маленький шедевр, ну, даже шедевр с ошибками и так далее. Но сама позиция и набор идей, которые реализовали в этой партии соперники, он совершенно удивителен для практической партии, а не для какой-то такой этюдной композиции. Напомню, кстати, каким было положение после семи игровых дней. Это не после седьмого тура, а после семи игровых дней, поскольку две команды, которые шли, ну, обозначены здесь у меня на пятом и шестом местах, то есть Титаны-Залива и Континентальные Короли, они должны были сыграть матч между собой. Но, что важно, выиграв черными, Магнус Карсон обеспечил своей команде, а именно альпийским воинам, победу над просмейстерами Ганго и перехватили в результате альпийские воины лидерство. Лидерство в этом противостоянии, а две команды, которые займут первое и второе места, они выходят, то есть они, давайте я поменяю здесь, чтобы не перепутать в дальнейшем, порядок следования картинок, табличек. Итак, приступаю, собственно, к следующему пункту нашей программы, к концовке партии между не Виши Анандом и Магнусом Карсеном, а совсем даже другими шахматистами, хотя один из них тот же самый, именно Магнусом Карсеном и Ливоном Ароняном. То есть партия очень важна была, даже не с точки зрения команды Ливона Ароняна, а с точки зрения альпийских воинов, которые представлял Магнус Карсон. Ну, Магнус играет белыми, конечно, он настроен на победу, мечтает обыграть своих соперников. Кстати, вот хочу отметить одно обстоятельство. Выиграв у Виши Анандо, Магнус Карсон по текущему быстрому рейтингу отвоевал таки первую позицию у Дина Лежения. Надолго ли, и может быть он еще увеличил бы свой отрыв, этот вопрос, так сказать, оставался открытым. Вот Магнус Карсон играл с Ливоном Ароняном, и в общем, экзотически достаточно разыграл дебют, но, судя по всему, стремился только к победе. И вот в таком вот положении было сыграно Д5-Д4, белые только что с белой сыграют, слон Аш-3. В засаду поставили своего слона, хотят проексти Ж5. В данный момент еще не видно, что какие-то могут неприятности с белым королем, поскольку поле С3 ослаблено. Ну, хоть Ферзь Е5 решал все проблемы, потенциальные, какие угодно. Конь Д5 играть нельзя из-за Ферзь бьет Д4, и угроза Конь С3 парируется на корню. А в случае Ладья Е8 белые отступают. Опять же, Конь Д5 ничего не дает из-за Ферзь бьет Д4. Лучше всего, видимо, разменяться-разменяться, сыграть Ферзь Д6, отказаться от Эдеймата. Но это Эншпель чуть хуже у черных, но ничья. То есть, прорваться нельзя, материальное равенство. Ладья Е7 это что такое? Я вот написал Ладья Д7, взятие-взятие, Конь бьет Д4. То есть, на самом деле, это не такое банальное утверждение, что это вот такая уж ничья. Но оказывается, черный король, начиная контр-игру против пешки Ж4, обеспечивает это самое спасение. Но если Конь Е6, что будет тогда? Тогда Конь Е8, просто отступили назад. И дальше вытесняем белого коня вот с этой позиции. Опять же, не совсем банально. У черных компенсация очевидная. Пограживает взятие на Е6, подключение короля, коня и так далее. В общем, черный здесь держится. Но получше было у белых, безусловно, после Ферзь Е5. Ясно, что с лишней пешкой, пусть и без возможности реально при сильнейшей игре соперника выиграть партию, белые были бы, оставались бы сильнейшей стороной. А было сыграно Ж5. То есть, довольно естественный ход вперед. И почему Мак не сыграл здесь Конь Д5, Левон Родьян, остается только гадать. То есть, опять же, ход не выигрывающий, строго говоря. Но обеспечивающий черным очевидное преимущество. Угрожает Конь С3. Бить на Д4 нельзя. Все равно Конь С3. Белые должны были бы сыграть Ф6. Шах. Вот это могло напугать. Но интересно то, что... То есть, понятно, на самом деле, почему Левон Родьян сюда не пошел. Он испугался вот такого форсированного маневра, после которого Ферзь берет на Д4. И нет идеи Конь С3 шах. Но есть идея Ферзь А5. Вот эта идея не лежит на поверхности. Но она создает комплексную угрозу. С одной стороны, Конь С3 шах. И это, если не Мак, то выигрыш качества как минимум. Белые просто не успевают ничего сделать. Наивжение от времени из-за шаха. С решающей атакой черных. Лучше ход за белых Б4. Перекрывающий хотя бы отчасти дорогу Ферзю и возможность защитить поле С3. Для контроля. Тогда Ферзь А3 судей и Конь С3. Ну, Ферзь Б2 лучше защита. Ну и получается позиция вот такая, где просто здоровая лишняя пешка у черных. И, видимо, большие шансы на победу. Не то, чтобы совсем выиграно, но большие шансы на победу. То есть, Конь Д5 давала Ливону Роняну ясное преимущество. Хотя, конечно же, я думаю, соперники уповали. Или белые надеялись, что они возьмутся на Д4 и будет все у них хорошо после Ферзенцева через Е5. А черные отказались от этого варианта, потому что, ну это рапид. Отказались из-за того, что они не увидели очень сильный ход Ферзь А5. Легче, конечно, нашим нам, зрителям, комментаторам и так далее. Поскольку мы имеем возможность заглядывать в компьютерные подсказки, которые в тактических каких-то вещах не ошибаются. Во всяком случае, на короткую дистанцию. Ну, было сыграно АЖ. Ливон Ронян сыграл именно так. И теперь уже Слон Ж8, переводя Слона на защиту какую-то, он не хочет допускать вскрытие линии диагонали А3, С8. То есть, каких-то идей, связанных с продвижением Ф5, Ф6, Шах. Теперь ходом Ферзь А2 белые обеспечивали себя спокойную, надежную позицию. Опять же, не совсем очевидно. Но очевидно, что Конь Д5 это Ф6, Шах. Это неприятно. И именно парируя идею Конь Д5, белые и удерживают вот такое вот равновесие. Ну, скажем, там опять черные играют, на что-то такое замахиваются. Можно сыграть Ладья Е5. Опять же, ничего не опасаясь, поскольку здесь Конь Д5. Кроме всего прочего, можно коня этому и забрать. Но торопиться не обязательно. Можно сыграть Ф6. То есть, уже угрозы серьезные, какие бы то ни было, черному белому королю не проходят. Не получаются. Но Магнус сыграл Слон Ж2. И тут последовало. Вроде бы, ход Слон Д5 давал черному лучшую игру. Несколько лучшую игру. Ничего особенного. Но у черных получше. Лучший ход за белых, или Слон Е4, или ход Слон Аш3. А было сыграно Ладья Д5. То есть, очень естественный маневр осуществляет здесь, в этом поражении. Вот, Марина, это другое. Вот это вот шумит. Здесь ничего не шумит. Да. Ветер у нас поднялся. Итак, так вот, в чем здесь хитрость? Хитрость в том, что белые должны были сыграть Ф7. Они таким образом предлагали размен Ф7 и парировали основную угрозу, против которой по-другому трудно, который трудно противодействовать, а именно угрозу Ладья А5. И тогда черные были бы вынуждены разменять Ф7. Последовала бы Ладья Д7 и позиция около равенства. Легко в этом поверить, легко в этом убедиться. Но почему-то, вот это вот совершенно необъяснимая вещь, Магнус взял эту Ладью отравленную, конь бьет Д5, и он пожертвовал, не пожертвовал, а сдал партию. Магнус Карсон просто признал свое поражение, так как, в общем, от Угудея конь С3 нет защиты. Ведь это не только шах с последующим матом белому королю, но это еще и вилка для ферзя. А шахов у белого короля нет. Но конь Е4 главный ход. На это, может быть, как-то так раз-раз уповал Магнус Карсон. Тогда конь С3 шах, взятие, взятие. И теперь уже не минуем мат на поле Б2. Такой эхомат. Ну, не знаю. Понимаете, вот очень странное впечатление все это производит. Поскольку ничего оригинального, ничего тонкого, ничего глубокого черные не должны были сделать, чтобы выиграть партию. А что земнул Магнус, осталось непонятным. Но, кстати, Магнус утратил первую позицию по быстрому рейтингу. Следующий фрагмент, который я хочу показать, это партия между Ливоном Ираняном и Яном Непомнящим. Опять же, команды Ливона и команды Яна серьезно не претендовали, хотя, конечно, шансы определенные были, на попадание в двойку, на победу в турнире, следовательно, на попадание в финальный матч, вот этот самый, ну, можно его назвать финальным. Тем не менее, очень сильные шахматисты. И незадолго до этого и Ливона Ронян, ну, просто в тот же день, поскольку это быстрые шахматы, и могут, в общем, играться и по две партии. В принципе, быстрый шахмат играется больше двух партий иногда в день. Но, в данном случае, вот Ливон Иранян играл вторую партию за этот день, а до этого он победил Магнуса Карсена. Итак, что же происходило в этой партии? 49-й ход черной конь С6, последовало конь Д5, ну, какой-то инициативой владел Ливон поначалу, Ян четко нейтрализовал давление, в какой-то момент даже стал создавшим чуть ли не лучше. Здесь конь Е7 делал четкую, простую ничью, не лучше, не хуже, не у той, не другой стороны. Было сыграно конь Д6, и начались вот такие вот маневры. Опять же, это рапид. Белые забрали пешку, вроде пешка не так мало, вроде бы дают все шансы на победу, на успех. Ну, повторение-повторение, но Ливон с лишней пешкой хочет побороться за победу. Черный отвечает, ладья В8 атакует пешку, и конь Б5, лезя на поле Д4, то есть у черных контрыгра есть. Король С1, теперь ходом ладья H8, черные просто поддерживали полное равенство, потому что контрыгра, связанная с активизацией ладьи с другой стороны доски, она более существенный фактор и серьезный фактор. Лучший ход за белых слон Е3, вынуждая хатку от короля H4, поскольку ход вперед привел к потере пешки. Но ладья-то висит, надо что-то с ней делать, спасать ее таким способом. Черные отступают, вторжение ладьи серьезная угроза, и, видимо, форсированный ничья, поскольку в случае король Д2 и ладья H1, или там конь Д3, скажем, ладья H1, король вперед и конь Д6, висит пешка на Е4, если идти на С5, защищая эту пешку, то последует конь С4, и контрыгра вполне достаточная для поддержания равновесия. Как в случае хода король С3, тогда ладья С1, так и в случае хода король Д2, король С2 в детстве ход плохой, потому что тогда после ладья F1 у белых большие проблемы со слоном, защитить его невозможно, и белые стоят явно хуже. Ну, должны как-то спасаться, непонятно как, со слон Е3, то король H4, с ладьей проблемы возникают. Вот, ну, король Д2 в феврале все равно к ничьей, отдали пешку и уползли на ничью, даже не уползли, просто ладья B3 можно сыграть, и размен на B2 и ничья. В общем, такова ситуация была бы, если бы ладья H8 сыграл Ян. Но, опять же, рапид, времени мало, сыграл конь Д4, естественно, в торксе, и позиция оказалась чуток похуже у черных. Но, тем не менее, все-таки, ну, ничейный характер этой самой позиции не меняется. Правда, вот здесь вот уже немножко не туда заиграл Ян непомнящий, побежал на поле F4, белые сыграли слон Е3, G3 и ладья C3, вот такой вот ход, ну, я не знаю, понимаете, можно было сыграть здесь конь Д8. И вот после хода конь Д8, то есть, такое впечатление, что здесь продешевил ходом существенно, ходом ладья C3 Ливон и Ронян, а ходом слон C1, который хороший профилактический ход, у черных нет контр-игры, висит, остается угроза взятия на F4, и ладья бьет G3, крайне неприятная для черных, защититься от этой угрозы они не могут. Ну, а еще раз повторюсь, взятие на F4 и ладья бьет G3, поскольку пешка F4 будет связана. А если вот так сыграть, тогда что? Тогда конь бьет F4 все равно, и на взятие следует ладья F3, с теми же идеями, другую пешку атакует белый, выигрывает ее, а вместе с этой пешкой выигрывают и партию. То есть, что делать? На слон C1, видимо, черного спасения не было бы. Наиграл Ян непомнящий, но Ливон не воспользовался этой возможностью сразу выиграть партию. Таким образом, он сделал ход ладья C3, и в случае хода конь D8 немножко лучше у белых, но позиция объективно нечейная. Но активно сыграл Ян, опять же, это рапид, повторюсь, в N+, первый раз, и после ладья B3 выяснилось, что все фигуры черных завязаны, конь F4 связан белым слоном, взять на D3 он не может, конь B4 завязан белой ладьей, но, с другой стороны, не отдавать же фигуру за просто так на поле B4, поэтому сыграл конь D3 Ян непомнящий. Были сделаны еще какие-то вот такие ходы, все-таки, как-никак, возможно, взятие на G2 существует, но простая, четкая методика реализации, ход король F1, важно. Здесь не стал, разумеется, в него наравнять брать на F2, в случае этой грубейшей ошибки получалась ничья, после конь D3 вилка, и в игру теряется белая ладья, а после король F1, конь D3 ладья F5, но еще какие-то ходы были сделаны, ну, даже давайте доведу до конца, хотя можно было сдаться чуток раньше, но еще вот здесь, здесь Ян непомнящий признал себя побежденным. Ну, из партии, опять же, которые игрались в пятницу, стоит отметить поединок Хумпиканеру и Хууи Фань. Вообще, вот как оценивать, или, можно сказать, по-другому, как оценивала Хумпиканеру силу игры своей соперницы? Поскольку Хууи Фань, конечно, великолепная была шахматистка, конечно, не Юдит Полгар, но в свое время она явно сильнее играла всех других женщин, уже после, естественно, прекращения выступления Юдит Полгар, до сильнейших гроссмейстеров мужчин было ей, конечно, еще очень далеко, но в какой-то момент в сотню мужскую или там универсальную, как называется, открытую, по рейтингу классическому она входила, потом вывывала, но все равно это высокий результат попасть в мужскую сотню первую. А тут она занималась, студенчествовала, скажем так, защищала диплом и так далее, и тут вот она вернулась в игру, и, конечно, умение, навыки, память пальцев и так далее сохранилась, но навыки все-таки эти самые немножко так подзатерлись, рефлексы затупились, и не более в рапиде это существенно. И вот мне кажется, что Кумбиконеро вообще-то пыталась играть на победу в этой партии. Она сыграла здесь Ф4, белый стоит чуть-чуть лучше. Не очень много, но пространство захватили, Ф4, оступление конем, конь Ф3, белый проводит естественный план по движению пешек, захвату пространства, получше-то получше, но не так много. И здесь вот после Ф5 белые начинают конкретные операции, белым стоило сыграть конь Д5, это тоже не выигрывает партию, прямо скажем, но инициатива кое-какая есть, лучший ход за черных здесь конь Ж3, Ф3, конь Е4, Ф4, у белых компенсация колоссальная за две пожертвованные пешки, пешка Ф5 висела бы, Ж6 играть черным нельзя, было бы из-за матовых всяких вещей на королевском фланге, но довольно рискованно выглядит ход конь Д5, опять же рапид, и не сыграла Кумбиконеро так, она естественным образом взяла пешку на Ф5, и это могло привести к форсированию ничьи, если бы Кумбиконеро, не Кумбиконеро, а Хууи Фань, сразу же стало проводить сильнейший план, связанный с жертвой пешки Д5 и оживлением своего, вообще-то говоря, плохого слона на И7. Здесь он становится очень хорошим, у белых открыт король, на Ш1 играть нельзя, или на Ф1, за конь Ж3, шах, и потеряется ферзь, поэтому нужно играть вот так, теперь шах, но если король Ж1, то повторяем позицию, получается ничья. А если здесь играть конь Е5, висит на Х5, то есть белые возьмут его, они будут лишние пешки и преимущества. Но черные могут защитить коня, и самым естественным образом, по-прежнему, конь на Е5 подвисает, завязан, как избавиться от связки, не совсем понятно, король Х1 играть нельзя, а черные угрожают, ну, усилить давление, может быть, даже вообще Ф6 играть, а может, ладья Е8, ну, ладья Е8 я не знаю, то вот так, всего бы и нет, но ладья Е8, там конь Ф6, конь Ф6, ладья Беда Д6, будем хорошо играть поаккуратнее, ну, король Ж1, белые должны уйти из-под этой связки, все-таки Ф6 угроза серьезная была, тогда срон С5, и оказывается, что некуда белым уйти, невозможно никак, без больших потерь, но конь Е3, я думаю, даже считать не надо, и объяснять, почему это не то, хотя сразу ничего не выигрывается, по материалу, а отступить королем ни на А1, ни на Ф1 нельзя, и за конь Ж3, шаг выигрыша ферзя, в случае же отступления на А2, следует вот такой ход, и соперницы могли бы согласиться на ничью, но вместо этого сделала другой естественный ход Хууи Фань, ладья Е8, последовала ферзь в 2, уводя ферзя, и подставляя его под диагональ, здесь уже, ну, душа просит сыграть Д5, так и поступила в этой позиции Хууи Фань, но редакция не столь хороша, как раньше, конь бьет Д5, слон С5, и конь Д4, да, белые фигуры завязали, но у них крепкая лишняя пешка, и есть идея, есть идея, есть идея, Б3, Б4, которая, видимо, недооценировала хотя бы в отчасти Хууи Фань. На самом деле, у черных был совершенно удивительный, красивейший метод путь к спасению. Этот путь к спасению состоял в ходе ферзь Б8, то есть черный ферзь берет по контролю ключевые поля, он, ну, поле же отригал, на самом деле, и плюс ферзь готов выскочить, выплотнуть глаза, выпущить, и атаковать коня Д4, усилить давление на него, используя связку, связку такую двойную, позади, и ведь коня Д4 стоит, расположен и ферзь, и король на Ж1. Ну, например, Ф6, почему, например, ну, просто иллюстрирую основные идеи. Тогда следует торжение коня на поле Ж3 с угрозой конь Е2, сразу, или в случае после размена на Д4, но конь Е2 и сразу неплохо, белые должны были бы сыграть ладья С2, защищаясь, потому что ладья Е1 не помогает, так как снимается защита с коня Д4. А тут что, ладья С2, конь Е4, ферзь Е3, у белых лишняя пешка, и они готовы перегруппироваться и начать приступить к реализации этой лишней пешки, поэтому лучший из-за черных метод это отступить назад и повторение позиций и ничья. То есть вот Ф8 спасал партию совершенно удивительным образом при сильнейшей игре соперниц после этого. Было же сыграно ладья Е4, вот вроде бы надо усиливать давление, Друка просит сделать этот ход или просится сделать этот ход ладья Е4, но реальной угрозы взятия на Д4 нет, у белых достаточно защиты, слон плюс ладья плюс ферзь, то есть три защиты и три атакующих фигуры черных, причем качество выиграть не получается. И вот Б4, тот ход, о котором я говорил, та самая угроза, при этом ладья на Е4 подставилась, это тоже очень красиво, но Компик, она разделала ход Б4 очень уверенно, быстро, конь Б4 и ферзь Ф3, атакуя одновременные коня и ладью стоящую на поле Е4, а конь на Д4 вообще не слабость, он защищен надежно, то есть черным приходится отдать фигуру. Ну, они отдали эту фигуру вот такой редакции. Другие ходы, ну, не знаю, может быть и получше, ладья на СЕ8, конь бьет Б4, разменяли, взяли на А5, но все равно фигуры нет, плохая позиция, разумеется, у черных. А после конь Ж3 проще еще все обстоит, ну, черные получают, правда, пешку взамен, но белый король уходит из-под связки, взятие на Д4 не проходит, там ладья на С8 подвисает, связанная по линии С, ферзь бьет А2, слон А1, вводя слона в надежное место, взятие, взятие, конь Ф5, ладья Е8, ферзь С3, создавая смертельную угрозу к черному королю по диагонали, угрожает и ферзь А7 мат, и ферзь А8 мат. Ну, ладья Е5 вроде надо играть, но позиции безнадежные, прямо скажем. Здесь, что любопытно, вот в этот момент самый красивый мат, самый красивый метод дачи мата состоял в ходе ферзь А8, в кумбе Канера пошла другим путем. Показываю, главный вариант, просто очень красиво. Теперь шаг с А4, вот такой перевод, идти вперед нельзя на Е6 и за ферзь Ф6 мат, а тут ни повторение позиции, ни что-то такое невразумительное, а слон Ж7 шаг, подставляя слона. Ну, если король Ж8, то ферзь А8 мат, уйти на Е7 нельзя по правилам, ферзь А4 контролирует это поле, а тут ферзь А6 шаг и конь Ф6 мат. Это самый простой, самый, не самый простой, сложный, но самый короткий и красивый метод дачи мата. Сыграла боди, естественно, Хумпи Конеро дала шаг отсюда, вот ферзь Ф6, король ушел назад, потому что другого ничего нет, повторилась еще раз позиция, но при Ферзиане же 7 уже теперь белые все это делают, конь Ф6, вилка на всех, ладья пошла на Е2, ладья Д7, довожу дело до конца, конь Д5, черные сдались, потому что получают вот такой форсированный мат. То есть, вот выиграла Хумпи Конеро партию, и это не первая ее победа. Я же хочу показать вам табличку важнейшего матча. важнейшего матча, ну, собственно, того матча, который, или знаете, что-то зря стал себя критиковать, покажу позицию перед последним туром, положение дел в турнирной таблице, в этом соревновании, в круглевике, потом еще будет финал из двух матчей. То есть, Гроссмейстеры Ганго вернули себя лидерство. Хотя, надо сказать, что Гроссмейстеры Ганго выиграли один матч, а команда альпийских воинов проиграла дважды, два матча, и, в общем, свой вклад в это поражение, конечно, Магнус Карсон нес, проиграв, уступив Ливуна Ронянову. Не проиграл бы он эту партию, даже хотя бы сыграл ничью, то вроде бы альпийские воины выигрывали. А так была ничья, но, поскольку Ливуна Ронянову играл с черными фигурами, то в результате альпийские воины потерпели поражение. И вот, опять же, борьба идет не только за победу в круговике, но и за попадание в двойку. Видите, что у Гроссмейстера Ганго лучшие показатели дополнительные, 79 очков. Что это такое? Это сумма всех набранных всеми участниками очков по системе победы черными 4 очка, победы белыми 3 очка, а ничья 1 очко. Так вот, у Гроссмейстера Ганго дополнительные показатели 79, у альпийских воинов 60, 15 очков и 69 в одновременном показателе, но главная интрига состоит в том, что в последнем туре как раз альпийские воины играют с, так сказать, как продвинутыми или обновленными мастерами мамбо, змеиные мастера или мамбо-змея, но не знаю уж, как там, с точки зрения художественного звучания. В общем, эти самые змеиные игросмейстеры мамбо-гванстерс продвинутые, совершенствованные, обновленные, они будут играть с альпийскими альпийскими мастерами. И вот я показываю просто составы команд. Напомню, что в первом туре Максим Вашьелограф обыграл Магнуса Карса, но команда, тем не менее, вот этих самых змеиные команды Вашьелографа уступила. Вот, а тут, ну посмотрим, что будет. То есть матч очень любопытный, поскольку если воины, альпийские воины проигрывают, то они не попадают в двойку. Просто не попадают ни при какой погоде, а попадают в эту двойку, опять же, по определению, безвариантно, апгрейд мамбан мастерс. Во главе с Вашьелографом, далее Грещук, Сантош Феддит, Фумпи Канеру, Харико Дравдалей, Дравдалей Харико, любопытно, еще раз, маленькую такую ремарку себе позволю. То есть в составе и той, и другой команды много индийских шахматистов. Трое очень молодых индийских шахматистов в составе альпийских воинов. Это Дамараджу Гукиш, это Аджон Эригайси, это Рамеш Бабу Прагнананха. А в команде вот этих змеиных мастеров три, две ведущие индийские шахматистские женщины Амена Хумпи Канеру и Дравдалей Харико. Ну что ж, будем дожидаться завершения этого матча, завершения всего соревнования, то есть проведения финала. Вполне возможно, то есть, скорее всего, почти наверняка я в субботу не выйду, ну а рано или поздно, надеюсь, пораньше подведу итоги, подведу итоги этого весьма любопытного соревнования. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписаться на наш канал те, кто не сделал это ранее, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заочном режиме, то есть сети интернет, ну и поддерживайте нас, если будет настроение, возможность, если наши программы, наши выпуски вам нравятся, то мы очень признательны вам за такого рода поддержку и благодарим тех, кто так поступил ранее. Ну а на этом все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok